С приятных мгновений начался очередной депутатский прием Вячеслава Фетисова. Десятилетняя видновчанка Люда Ковалева давно хотела познакомиться с легендарным спортсменом и взять у него автограф. А мечты, как известно, должны сбываться. Держи. Иди ко мне. Дальше встреча плавно перетекла в рабочее русло. Спектр вопросов, с которыми люди обращаются к Вячеславу Фетисову, широк. От глобальной темы обманутых дольщиков до ситуаций, которые требуют решений здесь и сейчас. Николай Корягин уже на повторном приеме у депутата. Сегодня он пришел с благодарностью. Во дворе его дома на ПЛК-19 установили долгожданную видеокамеру. А совсем скоро ее подключат к программе «Безопасный регион». Сейчас необходимая сертификация, там все это проходит, и она будет именно в этой системе, чтобы полиция могла оперативно реагировать. Обратил пенсионер внимание на еще одну проблему. На придомовой территории есть спортивная площадка. Выходя с нее, дети фактически оказываются на проезжей части. Даже машине задумывается, что не видит ребенка. Он предсказуемся. Калитка открылась, он вышел оттуда. И что получилось? Получилась неприемность. Обращаются за помощью к депутату известные люди. Валерий Нефантьев, президент мотобольного клуба «Металлург». Человек, который не нуждается в представлении в нашем городе. Он посетовал на то, что трем игрокам его команды до сих пор не присваивают положенные звания мастер спорта международного класса. Высшие ребята выиграли в финале. Прозвучал гимн России. Фейерверк в честь победы сборной команды России над Германией в Германии. Возвращаемся. И через неделю приходит очередной отказ в присваивании звания мастера спорта международного класса. Устроить эту несправедливость Вячеслав Александрович пообещал как можно быстрее. Вообще же, каждая ситуация здесь индивидуальный подход. Стараемся делать и настойчиво добиваемся решений. Не успокаиваемся даже при каких-то отписках. Так что, да, работаем. Люди доверяют, люди приходят. Иногда как бы с последней надеждой. Но все, что от нас зависит, мы делаем. Если есть возможность помочь, мы будем это делать, так скажем, до последнего депутатского запроса. Записаться на прием к Вячеславу Фетисову очень просто. Для этого достаточно позвонить или прийти в его общественную приемную на школьной 24А. Екатерина Коваренко, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова